В будущем году исполнится 85 лет со дня выхода на экраны фильма всех времен, унесенные ветром. Фильм в 1939 году завоевал восемь премий Оскар, но, к сожалению, еще одну, девятую, которая непременно должна была быть, так и не дали. По той простой причине, что Оскара художникам по костюмам начнут вручать лишь десять лет спустя. Но, конечно, масштабная, как и все в этом фильме, работа Уолтера Планкета не осталась незамеченной. В полной мере ее смогли оценить и зрители, и критики. Прежде чем приступить к созданию туалетов для Скарлетт, а помимо нее художник шил костюмы еще для 55 персонажей фильма, Планкетт со всей серьезностью погрузился в изучение костюмов, а именно, как люди одевались в период гражданской войны в Америке. Для этого он отправился в исследовательскую поездку по Джорджии. Художник посещал плантации и опрашивал стариков, которые еще помнили те времена. Его приглашали в дома, где показывали бережно хранимые шелковые платья бабушек и прабабушек. В общем, он проделал огромную работу и привез большой багаж знаний, идеи находок. Давайте сегодня вспомним лучшие образы Скарлетт и посмотрим, какие идеи воплотил мастер в создании того или иного платья. В начале фильма мы видим беспечную юную героиню, где-то капризную, но непосредственную в расцвете своей молодости и очарования. Такому образу подходило белое воздушное платье, пошитое из 33 метров хлопка и декорированное кружевами. Пояс из красного бархата с пряжкой подчеркивала синую талию девушки, а на воротничке красовалась небольшая брошь. Она символизировала чистоту героини, а весь ее наряд символизировал спокойную, размеренную жизнь, где не было ни нужды, ни трудностей. А вот платье из муслина с зелеными цветами ознаменует важные события в жизни Скарлетт. Это и встреча с Реттом Баттлером, и признание своих чувств Кэшли, и решение выйти замуж за Чарльза. Как весной зарождается новая жизнь, так и в этом весеннем платье Скарлетт идет навстречу своим поступкам и решениям. И следующее свадебное платье появилось на героине из сундука матери. Так и откуда было ему взяться, если все импульсивные желания Скарлетт должны исполняться сейчас и немедленно? И этот образ Уолтер Планкетт обыграл очень иронично. Чтобы обыграть поспешность решения девушки, художник специально шьет наряд не на актрису Вивен Ли, а на ее экранную маму. Старомодный фасон с пышными рукавами и объемной отделкой, да и само платье как бы с чужого плеча, символизирует конец довоенной безмятежной эпохи. А вот легендарное платье из зеленых портьер имеет под собой подлинную историю. Очень многие дамы во время войны как раз и шили себе туалеты из штор. Это платье должно было подчеркнуть важность принимаемых решений героине, например, спасти родовое поместье любой ценой. Пояс с кисточками, которыми когда-то были подхвачены портьеры, выцветший бархат, шляпка из петушиных перьев. Ирония и комизм этого туалета еще больше подчеркивают петушиный характер Скарлетт, ее немедленное желание ринуться в бой. А вот бордовое платье в книге было нефритово-зеленым. Изменение цвета было задумано художником специально. Именно с помощью этого цвета он передал в этом образе вызывающий и броский вид, несвойственный замужним дамам того времени. Ведь Ред Батлер выбором этого платья как бы наказал жену за дружеские объятия с Эшли Уилксом. Декор из камней и страусиных перьев, сильно облегающий силуэт и отделка из тюля должно было стать символом публичного позора и супружеской мести. Но в противовес ожиданиям нам показала другую Скарлетт, несгибаемую, сильную и самодостаточную.